Синодальный перевод Позвольте А зачем это подчеркивать? Когда человек умер, над ним вообще уже ничего не имеет власти, кроме Бога, да? И почему это ясно только знающим закон? Ну, можно было сказать, если там ипотека или налоги на человека распространяются, пока он жив Когда человек умирает, все его юридические обязательства, естественно, обнуляются, да? Дальше его наследники вступают в права, но это отдельная история, это не его обязательства Так вот, почему Павел вдруг начинает рассуждать про ограничение власти закона? Ну, дальше он поясняет эту мысль, я опять-таки прочитаю Синодальный перевод И кажется, он немножко таким даже, знаете ли, этот кусочек, ну, циничным Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества То есть, а что, а как о горе? Вот вдова, она что, разве не хранит память какую-то о своем муже, да? Тем более, Павел в других местах неоднократно подчеркивает, что вдова, которая настоящая вдова, она не ищет немедленно новой семейной жизни Она, в общем-то, пометуя о своем покойном супруге, она ведет какую-то особо благочестивую жизнь А тут вдруг получается, а, пломер, да и ладно, все больше не связано никакими обязательствами перед ним На могилку ходить даже не буду Это что, так, что ли? Конечно, нет Смотрите, у Павла очень часто такие риторические фигуры появляются, да? То есть, он ударяется в некоторые рассуждения заостренные, полемические Не для того, чтобы эти рассуждения нас шокировали, а, может быть, ровно для того, чтобы они нас шокировали, но это не самоцель И с помощью этих рассуждений подчеркнуть какую-то свою мысль Основная мысль послания к римлянам – это ограниченность закона Моисея, да? Это важно понимать, что послания, как правило, пишутся не просто для того, чтобы вот просуждать Знаете, вот что-то сидел Павел после обеда, делать было нечего, думать, напишу-ка я послание к римлянам или какой-нибудь еще, да? Ну, вот, о разных вещах просуждения Нет, он отвечает на конкретный вызов Вот есть люди, которые все понимают неправильно Сегодня мы в интернете до трех часов ночи сидим, им это объясняем Павел более рационально подходил к своему времени и писал послания тогда, когда это действительно требовалось И вот появляются люди, которые говорят, что основная цель жизни человека, верующего в Бога – это исполнить закон Павел объясняет, что, во-первых, это невозможно Ну, каждый человек в чем-то его нарушает Но что еще очень важно, закон не самоцель И смотрите, он говорит, закон ограничен земной жизнью Он касается, вообще любой закон, да? Но и закон Моисеев тоже Он касается вещей, которые для этой земной жизни важны Ну, например, пища Или поведение в общине, да? Как себя вести по отношению к своему ближнему Или какие праздники отмечать И что вообще делать на эти праздники Какие жертвы приносить И так далее и тому подобное То есть это материальная земная жизнь Но если мы ставим нашу духовную жизнь в зависимости от этой материальной Подчиняем ее этой материальной жизни, по сути дела То мы остаемся вот в этом материальном мире А смерть – это то, что освобождает человека от этого материального мира Нет, ну, очень плохо, когда это происходит, да? И мы не хотим этого для себя И очень горюем, когда это с близкими случается Но вот знаете, как говорят Теперь он или она не страдает, да? Вот теперь он или она отдыхает от этих забот, от этих неприятностей От той боли, которая часто сопровождает уход из жизни И Павел говорит, и от закона отдыхает тоже Не значит, что закон плох, да? Как земная материальная жизнь неплоха Мне, например, очень нравится Хотя в ней куча проблем И не все идет так, как я бы хотел Мягко говоря, да? Но мне она нравится И я бы не хотел умереть в самом ближайшем будущем Но я прекрасно понимаю, что если жить только ради этого Вот ради этого удовольствия земной жизни Удовольствия есть, пить, встречаться с любимыми людьми Гулять по берегу моря на закате Очень люблю Но нельзя для этого жить, да? Это то, что украшает жизнь Но не то, что составляет ее суть И закон тоже Как бы он ни был важен Но мы сегодня, наверное, говорим не для иудеев в основном 2000 лет с аудеями эта полемика идет И кто из них хотел принять этот тезис, Павел Его принял и стал христианином Но и скорее для христиан можно повторить то же самое Потому что в христианстве есть свои каноны, правила, законы, обычаи и так далее Ну и в любой религии тоже есть И зачастую духовная жизнь человека понимается Как некоторое неукоснительное исполнение всего этого И невроз из этого вытекающий Потому что не получается все исполнить Так что Павел предупреждал? Никто не исполнит закон полностью, да? Каждый в чем-то, да? Провинится, что-то донарушит И тогда это вот состояние невроза Оно подкрепляется тем, что исполнение правил самодостаточно Самоценно, это самоцель духовной жизни Нет, говорит Павел Это все остается здесь Переходя в вечность Вы не захватите не только своих денег или акций Или еще каких-то материальных ценностей Но и закона вы не захватите А вы захватите любовь Замужняя женщина освобождается от привязанности к мужу По юридическим терминам, да? То есть она не нарушает законы Если она выходит замуж вторично после смерти мужа Но естественно она не освобождается от любви к этому умершему человеку Или наоборот Вдовец не освобождается от любви к своей умершей жене Вот любовь переходит в вечность Вот верность переходит в вечность Если она добровольно выбирает путь служения Богу в память об умершем Но это ее добровольный выбор Это не то, что ей навязано законом А и дальше Павел объясняет Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым Чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых То есть смерть Христа, ваша символическая смерть Означает то, что для закона вы мертвы Ну кто-то скажет, ура, значит, что хочешь, то и делай Вообще никаких границ и рамок нет Но это выбор человека Это не обязательство приносить жертвы Соблюдать определенные праздничные дни Иисус их соблюдал Павел не пишет об этом Но, по крайней мере, можем догадаться Что вряд ли он прям на все плюнул И прекратил вообще исполнять Какие бы то ни было обычаи, обряды и так далее Но это уже дальше его выбор Центр не в этом И поэтому этот прекрасный образ Закон «Лишь пока мы живы» имеет над нами власть Он показывает пределы вот этого отношения к религии Как к набору правил Это не плохо Но это не самоцель Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok